Автопарк нашего города получил первый белорусский автобус нового поколения. На территории Барановичского региона в последнее время фиксируются случаи совершения преступлений в общественных местах. На улице Бадака специалисты Барановича Римстроя сооружают островок безопасности. В настоящее время в рамках союзного государства реализуются программы в промышленности, энергетике, строительстве в области информационных технологий, освоения космоса. Договорная правовая база российско-белорусского сотрудничества насчитывает около 200 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений. Постоянно идет работа по их обеспечению. Сегодня во Дворце Республики состоялось торжественное собрание «Союзное государство. Открывая новые возможности». Мероприятие прошло в онлайн-формате с подключением студий в Москве. Автопарк нашего города получил первый белорусский автобус нового поколения МАЗ-303 – низкопольный современный городской автобус. Здесь есть все необходимое как для водителя, так и для пассажиров – системы кондиционирования, книлинга, повещения остановок и многое другое. Подробности далее. Городской автобус МАЗ третьего поколения получил автопарк нашего города. Это городской низкопольный автобус, представленный Минским автозаводом в 2019 году. МАЗ-303 воплощает в себе самые новые технологии, применяемые в производстве пассажирского транспорта. Начнем с внешнего вида. Это как раз тот случай, когда встречают по одежке. Так, если смотреть на автобус сверху, угадывается силуэт зубра. Каркас выполнен из нержавеющей стали, увеличилась площадь остекления. Также МАЗ может похвастаться наличием современной электроникой. Например, системой защиты от защемления дверями или датчиком дождя, по команде которого могут автоматически закрываться люки в крыше. Впрочем, основные пользователи автобусов пассажиры оценивают не столько дизайн, сколько компоновку салона. Полуторные сидения по правому борту позволили заметно расширить центральный проход. Продуманы поручни, плюс на центральной площадке можно облокотиться на широкую спинку. Среди интересных новшеств – USB-порты для зарядки смартфонов и планшетов на всех рядах сидений. Это удобно, например, для пользователя системы оплати. Если ваш телефон вдруг разрядился в самый неподходящий момент, вы сможете быстро поставить его на зарядку. А вот за комфортный климат отвечают пять отопителей и кондиционер, который может работать как на охлаждение, так и на обогрев. Отличие этого автобуса от других моделей автобусов, вы сами видите, что автобус имеет современный дизайн. Основные его достоинства – это все, что скрыто, можно сказать, внутри, которое сможет оценить пассажиры. Автобус оборудован кондиционером в салоне автобуса, имеется кондиционер для улучшения условий работы водителя. К каждому месту пассажирскому имеется возможность подключения USB-разъемов для зарядки мобильных устройств. Стекла более тонированные, то есть поездка в этом автобусе будет наиболее комфортной для наших пассажиров. Высота подножки – 32 см, а для людей с ограниченными возможностями установлена выдвижная платформа с электроприводом. Возле средней двери, а также в салоне имеются кнопки, формирующие водителя о пассажире с инвалидностью или же о пассажире с детской коляской. Получая соответствующий сигнал, водитель задействует электронный трап. В новом автобусе также реализована система адресного книлинга. Это когда опускается только передняя или только задняя часть, в зависимости от того, в какую дверь входят люди. Место водителя также обновилось. Так поставлена новая приборная панель, а камеры обеспечивают обзор внутри и вокруг автобуса. Этот автобус первой республики Беларусь и поставлен в автобусный парк Барановичи из партии автобусов, по которым будут проводиться сравнительные характеристики между автобусом МАЗ-303 нового поколения и на базе его электробуса МАЗ-303 Е10. Отметим, в наш город приехал первый из шести автобусов, произведенных для страны. Стоимость МАЗа – более полумиллиона рублей. Средства выделены из областной казны. Сейчас МАЗ находится на предрейсовом обслуживании. Уже на следующей неделе автобус третьего поколения выйдет на линию. Наши горожане увидят этот автобус на разных маршрутах. У нас нет жесткой привязки к какому-то определенному маршруту, поэтому мы будем радовать как жителей северного и южного микрорайона. Он будет работать на всех маршрутах согласно вместимости этого автобуса. Вместимость у него 105 пассажиров, поэтому на всех маршрутах люди смогут его увидеть. К сведению, первые экспериментальные автобусы третьего поколения уже вовсю колесят по России. В Брестской области заболеваемость ВИЧ в 2020 году снизилась на 24% по сравнению с 2019. Такая тенденция наблюдается и в этом году. В области с начала года зарегистрирована небольшая заболеваемость. Выявлено 25 случаев. Если брать прошлый год, то в регионе был выявлен 131 случай инфицирования. Есть такие районы, например, Барановичский и Ляховичский, в которых не было зафиксировано новых случаев заражения. Однако специалисты с осторожностью относятся к этим цифрам, поскольку на диагностику заболевания могла повлиять пандемия коронавируса. В Беларуси с ВИЧ положительным статусом проживают около 23 тысяч человек. В регионе намерены обследовать на вирус иммунодефицита человека как можно большее число наркопотребителей. Например, пункты профилактики ВИЧ работают в Бресте, Пинске и Барановичи, где проводится экспресс-тестирование по слюне. На территории Барановичского региона в последнее время фиксируются случаи совершения преступлений в общественных местах. Правоохранители принимают меры по установлению виновных лиц и привлечению их к ответственности. В последнее время на территории Барановичского региона распространены факты совершения преступления в общественных местах. Злоумышленники грубо нарушают общественный порядок, повреждают имущество, разукрашивают здания и сооружения различными циничными надписями, в том числе оскорбительного содержания, чем причиняется ущерб государству и нашим гражданам. Указанные действия являются незаконными и правоохранительными органами принимаются оперативные меры по установлению виновных лиц и привлечению их к предусмотренной законам ответственности. В сентябре 2020 года житель города Барановичи, находясь в одном из дворов многоквартирного дома, недалеко от детской площадки, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в выходной день из хулиганских побуждений беспричинно разрисовал административное здание одного из учреждений нашего города, а также разукрасил близлежащие скамейки, чем был причинен ущерб на сумму более 800 белорусских рублей. Указанное преступление вызвало широкий общественный резонанс, а также негативные эмоции горожан, которые в различных интернет-изданиях высказывались против подобных действий. В отношении указанного лица было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь. В целях оперативного и всестороннего исследования всех обстоятельств произошедшего, расследование данного уголовного дела было проведено Барановичской межрайонной прокуратурой. Приговором суда Барановического района города Барановича 31 марта 2021 года обвиняемый признан виновным в совершении вышеназванного преступления, а также с учетом позиции государственного обвинителя ему было назначено наказание в виде одного года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Иск прокурора о возмещении причиненного вреда удовлетворен в полном объеме. В Брестской области высадят более 2 миллионов деревьев во время республиканской акции «Неделя леса», которая пройдет с 3 по 10 апреля. В юго-западном регионе во время акции благоустроят 31 участок площадью более 403 гектаров. Подготовлен посадочный материал. В основном будет использоваться с закрытой корневой системой. Преимущественно в грунт высадят сиенцы и саженцы лесообразующих пород, сосны, ели и березы. К «Неделе леса» традиционно присоединяются трудовые коллективы, общественные организации, волонтеры. Посадить свое дерево приходит семьи с детьми. Поучаствовать в экологической акции и внести вклад в озеленение малой родины может каждый. Для этого нужно обратиться в ближайший лесхоз или лесничество. Добровольцев обеспечат посадочным материалом и необходимым инвентарем. В Брестской области в этом году новые леса планируют посадить на 5000 гектаров. В Барановичах 3 апреля в 9 утра состоится единый день озеленения, на котором взамен погибших после зимнего периода деревьев высадят новые. Акция пройдет на территории ландшафтно-рекреационной зоны Слонимского шоссе за зданием железнодорожной больницы. В эту субботу участие в ней примут сотрудники Барановического госполкома, гороинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды городского ЖКХ. На Бадака специалисты Барановича Римстроя сооружают островок безопасности. Сейчас дорожники мелкоштучной тротуарной плиткой выложили подходы к переходу на обеих сторонах улицы. Островок безопасности вырастет на улице Бадака. Работу ведут специалисты Барановича Римстроя. Место установки выбрано не случайно. Это участок с интенсивным движением. Здесь пешеходы переходят дорогу к остановке общественного транспорта и поликлиника. Кроме того, это аварийно опасный участок. Так, в январе прошлого года на улице Бадака грузовик сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе около остановки «Диспансер». Прибывшие на место ДТП медики не смогли спасти пострадавшую. От полученных травм она скончалась. В связи с тем, что именно здесь фиксируется наибольшее количество ДТП с участием пешеходов, ГАИ потребовало предпринять меры для безопасного движения транспорта и пешеходов. На данный момент мелкоштучной тротуарной плиткой выложены подходы к переходу на обеих сторонах Бадака. Островки значительно повышают безопасность пешеходов при переходе проезжей части. Так, если пешеход не торопится, он долго стоит и дожидается момента, когда можно переходить дорогу. И если же человек спешит, он оценивает дорожную ситуацию не столь объективно, что повышает риск попасть под колеса автомобиля. С островком безопасности эта ситуация улучшается. Пешеходу нужно оценить ситуацию только в одном направлении – дойти до островка и дождаться подходящего момента для завершения беспрепятственного перехода. Символ Беларуси – объемный двухметровый зубр, установлен на улице Кирова у знака Барановичский комбинат ЖБК. Как отметил директор предприятия Виктор Дичковский, скульптура выполнена из качественного материала – зеленой искусственной травы, очень профессионально. Появление фигуры самого крупного представителя фауны Республики и коллектив комбината посвятил 150-летию родного города. Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин